Собранные Господом обратятся и придут в Сион с радостью, а радость вечная над головою их. Тогда волки и агнцы должны напастись вкупе. «Светися, светися, Иерусалим!» Сей-то свет снишедший сделал схожими на пьяных апостолов. Иные же ругающиеся говорили, как вином исполнена суть. «Кричит Петр и защищает их, но можно ли уверить застарелое в ушах, в душах поверье, а иногда и злобное? Пьяные от радости, что уразумели то, чего все оставив искали. Увидели с Давидом знаменья и образов события, чудеса на небеси и на земли прозрели, стали собирать манну. Манна значит чудо, то есть что-то такое. И сие на лице пустыни манна, как корунас. Бело, как лед, на земле узревшее, то сыновья Израиля сказали друг другу. «Манна, сирич, что есть сие?» «Не ведал бы, что было!» Говорит Моисей к ним. «Сей хлеб, его ж завещал Господь». Несказанно радостны, что прозрели новое, начали пролицать новое новыми языками. «Сие-то есть быть пророком или философом, прозреть сверх пустыни, сверх стихийной вражды нечто новое, нестареющиеся, чудное и вечное, и сие возвещать. Всяк, кто произовет имя Господне, спасется. Спасением души есть основательная радость и твердая надежда. Дышат таковым же пьянством и сии Павловы слова. Кто нас разлучит от любви Божией? Но во всех сих препобеждаем за возлюбившего нас». Видите, сколько сильно всему же укоренилась радость, что все горести его преуслаждает, ничто ему не страшно. Весело в темнице, все есть истинный мир. «Как здравие вселение свое имеет не вне, но внутри тела, так мир и счастье. Самые среднейшие точки души нашей обитают, и есть здравие ее, а наше блаженство. Здравие тела не иное, что есть, как мир телесный, а мир сердечный есть, живность и здравие души. А как здоровье рождается после очищения из тела вредной и лишней мокроты, матери всех болезней, так и сердце, очищаемое от подлых мирских мнений, беспокоящих душу, начинает прозирать сокровенные внутри себя сокровища счастья своего, чувствуя, будто после болезни желание пищи своей подобны нашему ореху, зерно жизни своей в пустом молочке зачинающему. Сихта, начинающих себя познавать, призывает премудрость Божия в дом свой на угощение через служителей. «Придите, ешьте мой хлеб и пейте вино». С ее гостиницу и пациент Ерихонский привозится с амарианином. Зовет и всех сердца свое потерявших. «Приступите ко мне, погубившие сердца, сущие далечие от правды. Придите ко мне, все труждающиеся». А всем враче внушает нам сын Сирахов. Почитай врача, ибо Господь создал его. А кто же есть тот врач, если не сей, исцеляя всяк недуг и всякую язву в людях? Но что исцелял? Исцеляя сокрушенных сердцем. Если кто сердцем болен, если мыслями не дужен, тогда точно сам человек страдает. Не тело, но душа есть человек, не корка, но зерно есть орех. Если целое зерно сохранится, и корка в зерне, кто прозрит сие и поверит? Очисти прежде внутренность стакана и блюда, да будет и внешне их чисто. Исцели прежде сердечное сокрушение, не бойся убивающих тела, иное телесное здоровье, другое дело веселье и живость сердца. Сад, оплота лишенный, есть несчастливая душа, счастье свое на песке стихийном основавшая и уверившая себя, что можно добро свое сыскать вне Бога. Начало премудрости – страх Божий. Он первое усматривает счастье внутри себя. Сие блаженное утро внутри сердца осветить начинает, ведущее за собой ведро пресветлого вечного мира. И если бы оно было тленью и подвержено, то могло ли родить вечный мир? Может ли душа, незыблемая, иметь упование на то, что третьего дня сокрушится? Не вся ли таковая песочная надежда есть мать душевного сокрушения? И как может твердо устоять сердце, видя все стихийное, до последней крошки разоряемое, а прозреть за слепотою не может то, на чем благонадежно можно опереться? Сия благонадежная надежда зовется у Павла якорем. Посему видно, что все светское добро не есть добро. Оно сокрушается даже до самого здравия телесного и успокоить сердце не может. Доколе душа не почувствует вкуса нетленья, да то ли не вкусит она твердого мира и есть мертва. Сколь многое множество читает Библию, но без пользы сей дом Божий заперт и запечатан. Дух страха Божия и дух разума вход отворяет. Без сего ключа всяк поропщит, взалчит и обойдет город сей. Многие приходят к нему с любопытным духом, иные с половиной души, иные с иудиным сердцем, но без пользы. Окрест нечестивая ходит. Иные преклоняют ее к защищению своих платоугодий, и со строптивыми она развращается во вред. Выводят пророчества о временной пользе, о частных врагах, о тленных предметах. Но окрест нечестивая ходит. Сколь мало истинных рачителей, верных искателей и снарядных чтецов, жалуются о семье Иеремея. Кому расскажу и кому засвидетельствую и услышат. Все необразованные уши их и слышать не смогут. Все слова Господни были у них поношенней и не воспримут. В Библии есть совершеннейший и мудрейший орган. Как стрела магнитная в одну северную точку устремляет взор свой, так и сия конному взирает и ведет к тому. Восток имя ему. Сия есть стрела спасения Господнего, как говорит Елисей. Пособляя собственными своими руками напрягти лук и выстрелить стрелу на неприятелей, наложив руки свои на руки царя Иоаса. Если язык разит, для чего не назвать его стрелою? В Библии есть Слово Божие и язык огненный. Исайя в лице ее говорит. «О чрево матери моей наречет имя мое, и положит уста мои, как меч остр, и под кровом руки своей скроет меня, как стрелу избранную, и в колчане своем скроет меня, и говорит мне, раб мой ты, Израиль, и в тебе прославлюсь. Сия стрела от Вышнего нам послана для врагов». Слова благопроповедников суть стрелы, о которых Исайя. Их же стрелы острые суть, и луки их напряжены. Копыта коней, как тверд камень, вменились. Колеса колесниц их, как буря, ярятся, как львы. Вот один из сих воинов. Оружие воинства нашего не плотское, но сильное Богом. Но как напрягать стрелу сию? Должно уметь и иметь в себе того, научающий руки мои на ополчение. Сию-то стрелу сыскали в колчане апостолы, язык огненный. Языка, его же не знаю, услышат. «А как стрела сия парящая взирает к одному только востоку, так и сей орган одному Богу песнь воспевает, очень вздорно и худо разногласит. И сам свое мешает с личное согласие, если стать, на нем играть для плоти и крови». Играет и скачет Давид, но перед Господом, то есть ради Господа. Так, как и Милхоле говорит, «Благословен Господь, Который избрал меня, паще Отца Твоего. Буду играть и плясать перед Господом. Поощряй ты других. Воспойте Господу, сей один только благой псалом есть». Нет сладостнее и действительнее, как бренчать на нем Богу, а не стихием, а не миру. Нет ленину вечности. Тогда-то действительно изгонятся бесы и саулов. При том, надобно уметь слечать голоса, вливающие в душевное ухо сладкую симфонию. При свидетельстве двоих или троих голосов твердый псалом составляется. Например, «Почитай врача, против потреб чести его, ибо Господь создал его». «Вот кого ж не Господь создал, тотчас и вздор, для чего ж царь Иудин Аса осуждается ради лекарей. И не в немощи своей взыскал Господа, но врачей». Смотрите, как дурный сей орган разногласит по человеку. Не спорю, да и сам я рад почитать телесного врача. Притом говорю, что Библия весьма есть дурная и несложная дуда, если ее обращаем к нашим плотским делам. Будущий терновник, горькая и невкусная вода, дурачество. Если с Павлом сказать «Боже» или скажу «сор, навоз, дрянь, грязь, гной человеческий, в котором велит Бог Езекиилю скрыть ячменный опреснок». Так съедят сыновья Израиля хребства нечистые у язычников, когда рассыплю их. Глава 4. У Исаии стрела избрана, в колчане своем скрытая, а у Езекииля в ссоре навоза скотского скрывается опреснок. Не сие ли есть таинство утверждающего сердца нам Слова Божьего? Грязью земных дел наших обвитое. Те только одни от змеиных угрызений исселились, кто на вознесенного змия в гору взирали. Не те, что смотрели на ползущего по земленному праху. Так и здесь питаются во время голода пшеницу Иосифовую, приступившую к столу и наслаждающиеся высокими умами. А не те, которые жрут гнилую свою мертвичину около слова животного, окрест нечастивая. Там упоминается зми, ползущий и едящий грязь. А у Езекииля на гноя ядцев вот что Бог вещает. Да скудны будут хлебом и водою, и погибнет человек, и братьеву, и истают в неправдах своих. Для чего мы находим там нашу грязь и гной, и едим оный, когда все себе Богу и Божественному Его Слову единственно посвящено? Конечно, мы не узнали себя. Если же скажете, что оно жестоко и трудно читать и разуметь, если вам Бог прощает, одно то непростительно, что мы похожи на умницу-бабу. Сия разумница изволила кушать горчайшую около ореха воложского корку. Наконец, осердившись, начала ругать и смеяться. Которые лишились доброго вкуса, похваляют иностранные плоды. Почитай врача, ибо Господь создал его. Но дабы тут не приснились нам наши телесные вращивания, для того там же сплошь говорится сие, не одревали, а с ладились воды, да поздно будет сила его, лекарством плотским, какое есть сходство с тем богопоказанным деревом, который Моисей воду горькую осладил. Если кто сие дерево знает, может вознести змея, отбить грязь от опресноков, осладить библейную воду. Вот лекарь кричит, послушайте премудрость в притчах. Господь создал меня, начало путей моих. Слушай лечение, сын, да не применишь. Соблюдай же мой совет и мысль, да жива будет душа твоя, и благодать будет на твоей шее. Будет же исцеление приложения плотям твоим, и увращивание костям твоим, да ходишь, надеясь, в мире во всех путях твоих. Видите, что лечит севрач? Душу болезненную. Мир мой даю вам, да вы, друзья мои, есть. Всего-то доброго друга столь высоко рекомендует сын Сираха. Друг верен, покров крепок есть. Обретший же его обретет сокровище. Другу верному нет измены, и нет мерила доброте его. Друг верен в вращевание житью, и боящийся Господа обретуть его. Теперь же скажу, почитайте Библию. В рассуждении надобности ее она есть аптека, Божию премудростью приобретенная для вращевания душевного мира. Ни одним земным лекарством невсцеляемого. Все это аптеки Павел рует, копает, силу и дерево крестно вооружен, и, убиваясь в свой мертвый гниль и гной, вынимает и сообщает нам самое чистое, новое, благовонное, Божие, нетленное, вечное, проповедую Христа Божию силу. Церемонисты сердятся, а афинейцы смеются, нам же званым. Христос есть Божия сила и Божия премудрость. Если же спросите, для чего сей книги? Одно пишут на лицо, другое тайное, а новое из них выходит. А кто ж сеет на ниве семя будущее? Да и может ли пахарь сеять зерно нынешнее? Оно приятное, внедроземное, разопреет и сотлеет. В тот день выходит из него плод новый, с новым зерном. А к сему круг годового времени надобен. Скажите, возможно ли на молодом сердце вырастить плод видения Божия и познания? Си обои с собой неразлучное самого себя. К сему круг целого человеческого века потребен. В Библии есть человек домовит, уготовивший семена за кромах своих. А всем-то хозяине пишется, и зайдет сеятель сеять. А нам, молодые наши мысли, насевает семя нынешнего плодского нашего века, дабы несмысленное наше сердце способно принять могло. Сие семя не пустое, но утаивает в себе Божию силу. Оно, как непотребное, со временем портится, в сердце и гибнет, а новое прозябает. Сеется гниющее, восстает благовонное. Сеется жесткое, восстает нежное. Сеется горькое, восстает сладкое. Сеется стихийное, восстает Божие. Сеется несмысленное и глупое, воскреснет премудрое и прозорливое. Все, что только мы имеем, есть то ж и у Бога. Всем только рознь, что наши гнили тень, а его нетление и истина. Древний мудрец Эдип, умирая, оставляет малолетнему сыну в наследие историю именем Сфинкс. Любизнейший сын, вот тебе самое лучшее по мне наследие. Прими малую свою книжку от десницы моей, люби ее, если хочешь любить твоего отца. Меня почтешь, почитая оную. Носи ее с собой, имей в сердце своем. Ложась и вставая, она тебе плод принесет тот, что и мне. Разумей блаженный конец жизни твоей. Не будь нагол и бессовестен. Ступай тихонько. Жизнь есть путь опасный. Приучай себя малым быть довольным. Не подражай расточающим сердце свое по наружностям. Учись собирать расточенные мысли своих и обращать их внутрь себя. Счастье твое внутри тебя. Тут центр его зарыт. Узнав себя, все познаешь. Не узнав себя, во тьме ходить будешь и боишься страха, где его не бывало. Узнать себя полно, познаться и задружить с собой. Сей есть неотъемлемый мир, истинное счастье и мудрость совершенна. Ах, если б мог я напечатлеть теперь на сердце твоем познание самого себя. Но сей свет озаряет в поздний век, если кто счастлив. Будь добр ко всем. Не обидишь и врага своего, если хоть мало узнать себя поочишься. Не презирай природу твою и радуйся. Конечно, узнаешь себя, если любить будешь вникать крепко внутрь себя. Крепко-крепко. Сим одним спасешься от челюсти лютого мучителя. Он много говорил, но мальчик ничего не мог понять. А мальчик отцовскую руку слезами, принимая книжку, прилагал ее, будто отца к сердцу своему. А отец, радуясь как сыновнему усердию, так и разлучению своему от тела, уснул в вечности, оставив на смертном лице образ радости, живой след, ублаженный миром души своей. Добрый сын, малую свою книжечку, часто читая, почти наизусть ее знал. В ней написано было, что литейший и страшнейший урод именем Сфинкс во время жизни отца его всех встречающихся ему, кто бы он ни был, мучил и умерущал людей. Лицо его было девичье, а прочее все льву прилично. Вся причина убийства состояла в том, что не могли решить предлагаемые сим чудовищем задачи или загадки, закрывающие понятия человеке. Кто бы ни попался, вдруг задача сия. Поутру четвероножный, в полдень двуножный, а в вечеру треножный. Скажи мне, какой зверь? Наконец написано, что Эдип загадку решил, урод исчез, а воссияла в дни его радость и мир. Всю сию опись держал он в сердце своем. Пришел мудрецов сын возраст, усилили страсти, а светское дружество помогло ему развратиться. Сфинкс, какое дурачество, говорили ему, пустая небыль, суеверие. Да и сам он уже имел не детский разум, он понимал, что сих зверей ни в Америке, ни в самой Африке, ни в островах японских натуры не рождает, а в Европе их не бывало. Ни одна натуральная история о них не упоминает, все уже изрядно понимал, чтобы быть прозорливым нетопорем. Нетопорю острый взор в ночи, а бездельнику возле. Беспутная жизнь совсем лишила его сердечной веселости. Тогда первый засев юродивый об уроде истории в сердце его согнил, так как гниет старое пшеничное зерно на ниве погребенное. В тридцать лет начал входить в себя и узнавать. Какое бедствие, говорил он сам собою, я совсем переменился. Где девалась радость моя? Я мальчиком был весел, все у меня есть с излишком. Одного не достает веселье. Есть и веселье, и таковым меня почитает, но внешнее. А внутри сам чувствую развалины основания его. Боюсь и сомневаюсь. Одно то твердо знаю, что я беден, что же мне пользы в добром о мне людском мнении. Вот точный плод презренного мною завета и совета отеческого. Прибыль моя двоит во мне надежду, а мои услаждения старичным кончаются огорчением. Сфинкс. Чудное дело. Конечно, тут тайна какая-то. Мой отец был мудр и человеколюбив, не лгал и в шутку, и не был к всему сроден. Нельзя, чтоб он меня хотел обмануть. Конечно, все-то правда, а чуть ли я уже не попался зверю тому. Меня мучает что-то, но не понимаю, а пособить нельзя. Одно только чудо, что мучаюсь с тем, чего не увижу, и от того, кого не знаю. Несчастное заблуждение, мучительная тьма. Ты-то поражаешь самую точку меня, самую душу мою опрокинув, как вихрь, хижину, как буря-кедр, безрассудный мир прельщающий и прельщаемый. Яд советов твоих есть, то есть семя смерти сердечной. А твоя слазь-то лютейший зверь. Она неразумных встречает лицом девичьим. Но когти ее, когти львовы, убивающие душу. А убийство ее, каждый век и каждая страна исполнено. Продолжать не хочу. Начал прозябать из ложной истории новый и всеполезный дух. Добрый сын, превосходящий внутри себя предводительствующий заре, мало-помало узнав себя, со временем сделался наследником высокого отеческого мира, возгнездившись на храме нетленной истины, как почитатель родителей. В змей ненавистный бусил, исполнив как отцовское, так и пророчество, сокрываемая тайно образным голубем средь морских волн на камне, стоящем с сей надписью. На твердости почиваю. Что нужнее, как мир душевный? Библия нам от предков наших заветом оставлена, да и сама она есть завет, запечатлевший внутри себя мир Божий, как огражденный рай увеселения, как заключенный к его сокровища, как жемчуга-мать, драгоценнейший жемчуг внутри соблюдающая. Ненесмышленная наглость наша, по углам дом сей оценяющая, презирает и знать не хочет. Очень нам смешным кажется сотворение мира, отдых после трудов Божий, раскаяние и ярость его, вылепление из глины Адама, вдуновение жизненного духа, изгнание из рая, пьянство Лотова, родящая Сара, всемирный потоп, столпотворение, першешествие через море, чин жертвоприношения, лабиринт гражданских законов, шествие в какую-то новую землю, странные войны, победы, чудные межевания и прочее, и прочее. Возможно ли, чтоб Йенок с Ильею залетели будто в небо? Сносно ли на туре, чтоб остановил новин солнца? Чтоб возвратился и Ордан, чтоб плавало железо, чтоб Дева по Рождестве осталась, чтоб человек воскрес? Какой судья на радуге? Какая огненная река? Какая челюсть адская? Верь сему, грубая древность, наш век просвещенный. Немало сему не удивляясь. Они приступают к наследию сему без вкуса и без зубов, жуют одну немудреную и горькую корку. Если бы к сему источнику принесли с собой соль и посолили его с Елисеем, вдруг бы сей напиток преобразился в вино, веселящее сердце. Сии воды до дня сего, суть те же елисейские. Как только Елисей посвятил их Господним Словом, Божьи слова тотчас перестали быть смертоносными и вредными, стали сладкими и целительными душам. Если кто узнал себя и задружил, если может сказать, было слово Господни ко мне, знаю человека, может и теперь посещать сии же воды. Сито источники оставляется в наследие от отца Исааку. Паки ископал Исаак колодцы водные, которые ископали рабы Авраама, отца его. После сего источника раб Авраамов находит для Исаака супруга Ревеку. Толкует обручение сии Осия. Обручу тебя себе вовек, и обручу тебя себе в правде, и в суде, и в милости, и в щедротах, и обручу тебя себе в вере, и познаешь Господа. «Послушайте, вот раб сына Авраамова обручил вас одному мужу, деву чистую, представить Христу. Испытайте Писание. Разумей, очищайте, роете, копайте. Смотри, как роет Исаак. Отнюдь же оттуда ископал колодец другой, а не спорил о том и прозвал имя ему пространство, говоря, что ныне распространил Господь наш. Разве не слышим призывающего нас живого источника? В жаждой догрядет ко мне. Вот наследие, покой сердца, пространство духа, утоление душевной жажды. Не дай Бог нам так пить из сего источника, как все и потоки. Юдоль же сладкое имело колодцы смачные, и побежали царь Содомский и царь Гоморский, и пали там, оставшиеся же бежали в горы». Один и тот же источник есть падение и восстание презирателей Богу, посвящаемых сихвот и ругателей Елисеевых. Уже не сфинкс, но медведицы терзают. И оглянулся вслед им, и видел я, и проклят я именем Господнем. 4 Царствия 2 глава. «Мы не дети умом. Медведица душу не тронет. Я тебе скажу, какие-то звери от Бога насылаемые. Зубы зверей пошлю на них». Второзаконие 32 глава, 24 стих. «Приметь слово себе в них, разумей внутри их. Зверя впустить во внутренность как можно. Посылают на них и шершня. Нельзя, чтоб наказывал по телу тот, который говорит, не убойтесь убивающих тела». Какие же суть всей зверей и шершни? Слушай, Моисея, «И будет, если не послушаешь голоса Господа Бога твоего, проклят ты, когда входить тебе, и проклят ты, когда исходить тебе. Да пошлет тебе Господь скудость и голод, а истребление на всех». Слушай далее. «Да поразить тебя Господь истлением и огневицею, истужею, ижжением, и убийством, и ветром тлетворным, и бедностью, и пожнуть тебя, пока погубят». Слушай далее. «Поразить тебя Господь неистовством, и слепотою, и иступлением ума. Станем тут, довольна сего. Только не забудьте сираховых слов о языке. Послан будет на них, как лев, и как барс погубит их». О сих угрызениях и душегубных жалах говорит и Павел. Жала же смерти грех. Что есть грех, если не заблуждение? Грешить в греческом языке значит быть беспутным. Что же бедственнее, как шествовать без дороги, жить без пути, ходить без совета? Сие поразит сердце больней медведицы, жалчей шершней. Нет слащей и увеселительной истины, упутеводящей душу. И нет горе с ней, как тьма неведения. Будешь, там же и у Моисея говорится, осязать в полудне, как осязает слепы во тьме, и не исправит Господь путей твоих. Еще проще говорится у Еремии «Накажет тебя отступление твое, и злоба твоя облечит тебя, и узнай, и гляди, как зло и горько тебе есть, и не исправит Господь путей твоих». Неверующий и незнающий Господа уже осужден есть. Нет горе с ней мучительнее сего, и не будет никогда. Грех есть порча самого существа и разорение самой душевной истины. Грех значит заблудить от Господа своего, а сие есть потерять живот и мир сердечный. Грех сам себе яд и казнь, а мучит паче тысячи адов. Видите, чье дело учить о мире и счастье? Библия – всему источнике основания. Правда, что многие ангелы сокровища нашему вертепи родившемуся не очень искусно и не подавиданно в библейном инструменте поют песнь «Слава Вышних Богу». Но глупость целой тысячи несмышленных живописцев не сильна у нас живописную хитрость привести в презрение, а научат нас, что сия наука есть многотрудная и стольких своих любителей стала немногими постигаемая. Старинный друг мой Алексей Саха в собрании дружеском по течении речи стал хвалиться, что общий наш приятель Севастьян, сын Иоакинфов, лекарь, возвратил ему очи в опаснейшем состоянии находившиеся. Все вместе нашего разговора один из собраний начал горько плакать. Все мы задивились, что причина. Мне тот же лекарь сказал с плачем слепец, сам собой обещался было исцелить очи. Мы знали, что добродушный Севастьян не принимался за невозможное. Для того спросили, для чего же ты не отдался? Вот для чего отвечал Безокий, обманутый многими врачами, думалось мне, что все суть те же все, а теперь я навеки слеп. Достойно и праведно монета воровская не может уничтожить цену и честь монеты царской. Теперь скажу вам о том же, что вначале осторожно говорите о мире. «Высокая речь есть мир. Не будьте наглы, испытывайте все опасное. Не полагайтесь на ваших мыслей и паутину. Помните слово сие. Не будь мудрой себе. Не мудрись излишне. Да некогда изумишься. Не оправдывай себя перед Богом. Почитай врача. Не высокомудрствуй, но бойся». Перезирать Библию значит мудриться излишне. Будто мы что лучшее выдумали. Оправдать себя перед Богом значит тоже, будто мы упорядили его новоизобретенным прямиком к счастью. Высокомудрствовать значит, будто в наш век родилась истинная премудрость, неизвестная древним векам и нашим предкам. Сие есть высокостепенное сумасбродство. Если думать, что в наши времена взошло солнце, отворился ключ здоровых вод, изобретена соль, самонужность есть повсеместная и вечная. Бог и премудрость безначальны, а то самое дрянь, что вчера с грибами родились. Изберите день и соберитесь. Я за предводительством Божьим и Его Библии мог вам, если меня не обманет самолюбие, показать алфавит мира или букварь его. А теперь, поручая вас Богу, с суммой всей нашей речи будет сия. Чем кто согласеннее с Богом, тем мирнее и счастливее. Стыжусь я сам своего слова. Лучше было сказать, соберемся и участно все побеседуем. А вот что-либо откроет тот, который близок всем, призывающим его к истине. Субтитры сделал DimaTorzok